В какие сроки, что необходимо сделать, я сейчас об этом скажу. И много времени вашего не займу, я, к сожалению, не вижу презентацию, поэтому я буду говорить, Светлана Михайловна, вы, пожалуйста, перелистывайте, пусть будет информация немножко, остановите на последнем желтом слайде, где будут контакты. Я скажу несколько слов о взаимодействии с регионом. На сегодняшний день нашими клиентами являются 160 сельхозтоваропроизводителей региона, заключено 471 договор лидинга на сумму свыше 3 млрд 51 млн. рублей. Подставлено в регион 1340 единиц стержники, 2098 голов племпродукции, оборудовано 12 014 скотомест. Собираемость платежей на сегодняшний день составляет от общего портфеля 88,9%. В работе на сегодняшний день за прошедший месяц 54 заявки на 61 единицу техники. И надо сказать, что из всего этого списка всего лишь два отказа. Все остальное находится на этапах отгрузки техники, внесения аванса, подписания договора. Какие главные преимущества предлагает сегодня Росагрализм? Единственная компания в стране федерального уровня, которая предоставляет сельскохозяйственную технику, оборудование племенной скот и оборудование для переработки сельхозпродукции по ставке 3,5% годовых. 3,5% годовых, такая минимальная ставка по заемным средствам на сегодняшний день. И надо сказать, объяснить почему. Компания Росагрализм – это государственная компания, акционерное общество, где 99,99% акций принадлежит правительству Российской Федерации. Поэтому мы с полной уверенностью называем себя государственной компанией. И основной целью нашей деятельности является снижение финансовой нагрузки на вас путем такой минимальной ставки. Если на сельхозтехнику это 3,5%, то на племенной скот, мы единственная компания в Российской Федерации, которая в лидинг предоставляет племенной скот и товарный с 2017 года, на племенной скот 1,5% год. Вот оно самое главное преимущество. Я на пальцах сейчас расскажу. При приобретении трактора «Беларусь-82.1» по правительству с агролизинга этот трактор стоит 1,85 млн. рублей. Если его приобретать на условиях 5 лет, а вам 20% с ежемесячными платежами, то переплата с учетом страховки, карта, остатка, транспортного налога, страхования, создали переплата 173,100 рублей. За 5 лет сразу все в уме прикинули преимущество федерального лидинга. На 5 лет берет трактор за 1,85 млн. и переплодили 173,100 рублей. Это цифра предоставления данной модели на условиях самовыгоза, потому что трудно сейчас включить стоимость доставки. Я нужно просчитать. Вот тут еще та сумма, которая войдет в договор лидинга. Все сразу посчитали. Что еще является преимуществом федерального лидинга? В отличие от других государственных банков, компаний, у нас для принятия решения кредитным комитетом необходим минимальный комплект документов. Для индивидуальных предпринимателей, для вас, для малых промхозяйственников, это три документа. Копия паспорта руководителя, материально заверенная, выписка из-за единого госреестра индивидуальных предпринимателей, которая выгружается на сайте налоговой службы. Мы принимаем этот вид. И декларация за два отчетных периода, годовые. Если мы сейчас с вами говорим, будете заявку направлять, еще неделя есть, и в январе, то это 15-16 годы. Или по итогам отчетности за 17-й год, это будет 16-й и 17-й декларации. Три документа для принятия решения. Конечно, для совершения сделки, для подписания договора лидинга, необходимо будет предоставить дополнительные справки. Все это, все о чем я говорю, есть вот в этих материалах, которые мы с собой привезли, раздаточный материал, вот в этих буклетах есть наглядная информация и расчеты на приобретение 100 голов КРС, все расчеты, на приобретение трактора, перечень документов, условия, куда обращаться, к кому обращаться. Я также отмечу, что у нас нет представителей по стране. Единственный офис находится в Москве. Но здесь, в Нижегородской области, вам помощниками являются это отдел технической политики в Министерстве сельского хозяйства, это информационно-консультационный центр, сектор Светланы Михайловны, ревизионная комиссия, которая есть здесь у вас в регионе. Вся эта информация в открытом доступе, презентации, документы. Также вы можете звонить на прямые мобильные номера сотрудников. Мой номер телефона тоже будет указан здесь в презентации на желтом слайде. И адрес электронной почты, и мобильный номер телефона, в котором вы можете звонить с 8 до 17.00 в рабочей линии. Также вы можете в режиме онлайн на сайте Росакролизм задать онлайн вопрос и получить сразу консультацию. Вы можете отставить заявку на то, чтобы вам перезвонили в определенное время, в определенную дату с вами свяжутся. Ну или под средством электронной почты. Личное присутствие в Москве не обязательно, не для подписания договоров, не для предоставления документов. Работаем посредством Почты России, переписки, телефонных разговоров. Также почти в полном объеме работает личный кабинет на нашем сайте. Те документы, которые я перечислил, вы прикрепляете их в электронные образы. И на основании этих электронных образов кредитный комитет принимает решение в течение 14 дней. Кредитные комитеты только по четвергам. Вот на это тоже необходимо обратить внимание. На сегодняшний день номенклатура предметов литинга составляет свыше 5000 наименований. Представлено все, что необходимо для сельского хозяйства. Для пассивных работ, для уборочных работ, автомобильная техника, семенные линии. Со всей этой информацией можно познакомиться на нашем сайте. Главное, что продался для вас, это единый прайс-лист. Он так и называется, АОРС Агролитинг. Единый прайс-лист. В этом прайс-листе есть заводы, отечественные заводы, которые у нас аккредитованы. Это почти все заводы, их порядка 100. И как правило, я отмечу и сделаю этом акцент. Стоимость техники по прайс-листу РОС Агролитинга ниже, чем на самом заводе или у официального дилера. Вы можете открыть коммерческий прайс-лист завода и открыть прайс РОС Агролитинга. И вы увидите разницу. Почти все заводы предоставляют дополнительную скидку от 3% и выше, до 16%. Где-то у каких-то заводов доходит и до 20% на примере завод Евродермико, Самарская область, Пегас Агро, Петербургский тракторный завод и многие другие ведущие заводы России. Вот на это тоже надо сделать акцент. Доставка техники в любую точку России, до ворот хозяйства. Опять же, на ваш выбор. Хотите забирать самостоятельно с площадки, хотите вам поставить авто, ЖД или самогубос на тех условиях, которые предоставляет завод. Также мы осуществляем все сопутствующие лизингу операции. Это также страхование предмета лизинга. Первый год эту функцию на себя берет РОС Агролитинг. Со второго года и до конца договора лизинга уже выбор остается за вами. Хотите, мы продолжим страховать и все эти суммы будут равными платежами по графику распределены. Или вы берете эту обязанность на себя. Но я вам скажу, что на сегодняшний день ставка страхования составляет 0,22% от стоимости имущества в год. Назовите мне страховую компанию на сегодня, которая предложит более годную стоимость. Может быть, такая есть. Мы с ними заключим договор о сотрудничестве, чтобы была ставка еще ниже. Также, надо сказать, что помимо новой техники, которую мы предоставляем в лизинг, мы также занимаемся реализацией БУ-техники, которая была изъята у недобросовестных лизингов, будут тщательно переоценены, поставлены на площадку ответственного хранения и подлежит продажи по договору за стопроцентный выкуп или также по договору лизинга. С этой информацией тоже можно познакомиться на нашем сайте. У кого нет возможности приобрести, вот кто-то говорил, что хочет приобрести зерноуборочный комбайн и необходимо 2 миллиона рублей приобрести, вот можно посмотреть варианты, какие на сегодняшний день представлены, чтобы посмотреть, есть в Межгородской области этот комбайн или в соседних регионах посмотреть и, возможно, приобрести. Программа обновления парка техники, еще более годная программа, но я скажу о программе АКОР. Мы очень поддерживаем Ассоциацию крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов. С 2012 года запустили льготную программу, очень льготную для вас, для малых форумхозяйственников. Львиную долю портфеля это составляют недавние предприниматели и СПК, портфель Росоградинга. Мы делаем на это большой акцент и по также созданию кооперативов. Так вот, что подразумевает эта программа? Отсрочку платежа на полгода, отсутствие первоначального взноса, аванса и отсутствие дополнительного гарантийного обеспечения. О чем это говорит? Вы получили трактор, комбайн, оборудование уже используете, вам подставили, а расплачиваться начинаете только через полгода. Вот какое одно из преимуществ стать членом Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств. Нет аналогов этой программы на сегодня в стране. Поддерживают блоги, поддерживают депутаты, поддерживают правительство России и делают на это акцент. И в 2018 году эта программа, так как она показывает очень положительный результат и эффект по обновлению парка сельхозтехники, будет пролонгирована. Вопрос стоит только в том, какая сумма будет выделена Советом директоров Росоградинга на 2018 год. И какие регионы станут участниками этой программы, кто получит квоту. Что касается квоты и этих нюансов, это, конечно, больше, значит, перерогатива, вот уже руководство региональных отделений опор и, значит, во главе с Плотниковым. Что еще необходимо сказать? Погима основного продукта, это федеральный рейтинг по 300% годовых программы опор, есть также акции, льготные акции и программы. Акция сейчас идет с петербургским трактором-заводом по приобретению трактора. Все линейки кировцами сейчас новая модель вышла, К-708.4, стоимость его 4 миллиона 900, на 200 тысяч ниже, чем на рынке, предоставлена дополнительная скидка. И вот сегодня тоже подходитесь, рисовались в январе, будут заявку направлять именно на эту модель, в простонародье называется Кирюша. Ну и также на другие модели К-744 от Р1 до Р4 стандарты и премиумы. Цены 2016 года с дополнительной 10% скидкой. Не найдете по такой стоимости нигде, только в Росыградизме. Что еще необходимо сказать? И к чему я вас призываю? Сегодня говорили о том, что уже не за горами весенние полевые работы, и сейчас уже задумываемся о семинах, о горючих. О технике, которая нужна. Так вот, необходимо сейчас направлять заявку. В январе направлять заявку. Почему? Потому что цены зафиксированы 2017 годом. Как правило, все заводы отзываются на выгодные соглашения, начнутся в марте, апреле, май. Закрываются на выгодные соглашения и отъявляют об удорожании их продукции. Поэтому уже сейчас нужно направить заявки. Мы принимаем, у нас в этом году кредитный комитет состоится, значит, на следующей неделе в четверг. Но я думаю, с присутствующих, кто заявки направил, конечно, на этот кредитный уже поздно заявляться. На заявки нужно направить, чтобы в январе, 9 числа они поступили в работу. И вы были, значит, уверены в том, что по заявке будет зафиксирована вот эта стоимость, которая сейчас текущая. Потому что если попадете в тот промежуток, когда будет отозвано ценовое соглашение, все, мы обязаны вас уведомить о том и брать ваше согласие, что вы готовы на, значит, договор лидинга, где будет удорожание техники уже. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, сейчас представлены пока еще все заводы действуют. Ну, до 31 декабря уже часть заводов ценовые от завода. Значит, также акции у нас с заводами БДН, Агро, СПФР, завод, который предлагает тоже тракторы с 10% скидкой, или от других. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, ознакомьтесь с этой информацией. И что еще хочется сказать доброго и положительного. Благодаря совместной работе с Министерством сельского хозяйства, которая началась, с приходом новой команды, руководства в регионе, вот эта перезагрузка в агропромышленном комплексе Нижегородской области дает сейчас очень хорошие результаты. Есть положительная динамика, и я вам ее назвал, что из 61 единицы всего лишь 2 отката. Все остальное одобрено кредитным комитетом для совершения сделок. Да, условия могут быть разные, не говорю, что все заявляются и по всем положительные ответы. Нет, каждому индивидуальный подход, сугубо индивидуальный, нет типовых решений. Я скажу о том, что об условиях еще немножко. Помимо 300% годовых срок договора, это может быть до 10 лет, в зависимости от полезного срока использования техники. Это тоже указано в правительстве. Платежи могут быть ежемесячные или ежеквартальные. Аванс может составлять от 7% до 49% на ваше усмотрение. Но если ваш аванс составит от 7% до 20%, необходимо будет дополнительное гарантийное обеспечение в виде залога или поручительства. Если ваш аванс 20%, никакого дополнительного обеспечения мы не требуем. Но есть, конечно, облагательные условия. Если хозяйство только начало функционировать, вести свою деятельность, например, год отработали, понятно, что каждая сделка для нас – это риск. Деньги бюджетные, за каждую копейку мы отчитываемся перед счетной палатой. Поэтому риск возвратности платежей от литинга получателя – он лисит. Поэтому решения могут быть разными. Это не отказ, но чтобы поддержать клиента, например, аванс может быть увеличен от 20% до 30%. Или сокращен срок договора литинга – с 7 лет до 5 лет. Или периодически сплатежей с ежеквартальных на ежемесячные. Но это все же поддержка такая, но она есть. Нет категорических отказов. В таких ситуациях, где надо поддержать, мы знаем, что хозяйство живое, рабочее, министерство ходатайствует и есть перспективы развития. Вот это, наверное, та главная общая информация, которую мы хотели до нас повторно донести, призвать к сотрудничеству, потому что сотрудничество с нами очень доступное. Самое главное – оно прозрачное, и вы можете быть уверены в профессионализме. В продолжении своего выступления хочу предоставить слово на 3 минуты коллеге Департамента обеспечения животноводства и перерабатывающей промышленности конкретно по направлению племенного скота и оборотами Светлани на филе. Дорогие друзья... Коллеги, а мы с чем разводимся? А мы с чем разводимся? Куда-то падают? Ну вот я просто хочу сказать без опятников. Один встал, значит, бородой подряд, ушел. Еще кого-то дела находятся. Ну, что я вам могу сказать? То, что знаем мы, в силу своих профессиональных таких компетенций, да, то, что знают те люди, которые к нам приезжают за 30 земель, вряд ли каждый день мы с этим сталкиваетесь. Вот кто уходит, вот кто уходит, кто не приехал сегодня. Ну, может быть, что-то и укусит какую-то возможность. Вот в Барадырские районы Светланы Михайловны ездили раз в три, наверное, уговаривали людей объединиться как раки. Занимаются картошкой, овощами, склады строят. Нормальные, хорошие люди, замечательные, прекрасные. В этом году давали гранты, по 7,5 миллиона два гранта отдаются. Хорошие тоже достойные люди. Пока вратынки решали, объединяться им или не объединяться. Купить старый комбайн, значит, за кредит, который не дают, или в Росагролизинге. Мы техники, бушные, с Росагролизингом, у нас на площадке, соответственно, хранения, на церковском элеваторе, стояло. Покупай, не хочу, любой, трактора и комбайны, все что угодно. Мы все знаем, мы самые умные, скотоместные и проще 5-50-х дела. Мы можем обидеться и уйти, или у нас находятся дела, которые важнее. Но это жизнь-то чья? Чья жизнь-то? Сами мы ее определяем, что-то где-то не услышали, потом не использовали. По Росагролизингу четкий ответ дал сегодня Максим Николаевич. Прекрасные условия сегодня обеспечиваются. Беларуса дешевле не найдешь. Не найдешь, я вам точно говорю. Миллион небольших, миллион там 46 тысяч, миллион 85 тысяч. К-744 любой модификатор дешевле не найдешь, если кто-то решение. Кирюшу не найдешь. У Росагролизинга с ПТЗ исключительное отношение. У нашего губернатора, исполняющего, опять, исключительное отношение с руководителем Росагролизинга. Ну что, ну, на каждом году мы будем кричать, что мы сегодня можем, просто, для определенных клинушек случайно. Нам какая еще заключение там дают у Росагролизинга? Практически нет оттаза. А мы уговариваем. Уговариваем, уговариваем. Это ваша судьба. Ваши, так сказать, возможности. Субсидию придумали. Деньги на эту субсидию губернатор дает. Как еще тут, так сказать, уговариваться? У нас самое большое приобретение техники было в 8-9 год, когда лидерную программу с поддержкой государственной сворачивания. Это же все потом работало на производстве. Ваши, в шутка, в яйце. Пускай там 10% от производства фермерских. Будем опять делить деньги на как красиво? Ну, кусайте лобки тогда. Пусть кто-то, так сказать, поймет это сделано, провернет. Так кто-то едет уже по дороге в Ратыни. Давайте так договоримся. Мы готовы встречаться, готовы выслушивать, отстаивать интересы, но ваше мнение, оно должно быть консолидировано, должно быть широким. Для этого должно обеспечить представительство наше. Фермерское представительство. Ничего не учить. Не нравится мне вот такой подход, честно сказать. Я смотрю, здесь вот остались люди такие, мы, знаю, с многими сталкивался. Действительно, люди, свет, вот это вот движение фермерского, основа, он давает себя как-то проявить. Ничего, поговорили, сдал туда, спросили, ушли. Это большого манина, простите меня. Даже из уважения к возрасту. Я извиняюсь, я отнял мнение, просто это время продолжим эту тему. У меня просто надо вопрос. Василий Иванович, наставите ли выступление? Вот. Так, следующий у нас. Гуркина Ирина Николаевна, представитель социально-кредитного кооператива, наставите ли выступление? Коллеги, я предлагаю, если бы изменить программу на нашу «Ужать», у нас было выступление фермерское хозяйство Дубнио, Василий Иванович должен выступить, и перевозки муниципального района, социально-кредитного кооператива, Муркина Ирина Николаевна. Я предлагаю, с их согласия, сократить в этой части программы, потому что нам отчет деятельности Совета, Зайцев, не должен выступить, Александр Литальцев, и выбор Совета Акора. Это два важнейших вопроса. Все немножко подустаём, какие-то эмоции нехорошие появляются. А нам надо продуктивную часть вот здесь вот закончить. Росагролизм, наставите ли выступление? Есть заинтересованные лица, да, я уже объявила как-то. Да, и ещё разрешите сказать, вот на выходе, кто не взял, раздачный материал есть, на выходе слева у нашего консультационного центра, возьмите, пожалуйста, с собой, и у нас после завершения мероприятия будет 10 минут перед отъездом. Мы готовы мы индивидуально с вами обменяться контактами. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Натальского Светлана. Мой коллега только что уже рассказал по общим условиям. Я как раз подобавлю в госпитте цифики именно финансирование племенного скота и живно-отческого оборудования. Это то, чем занимается наш департамент. Что касается племенных животных. То есть мы финансируем крупный рогатус, скот, свиней, овец, скот, лошадей, оленей и бушных леев. По вожжетно-отческому оборудованию, упор, конечно же, у нас идет именно на молоко, на мясо. Перечислю примеры, какие виды оборудования мы можем финансировать. Например, модульные приемы, пункты приемки хранения молока, модульные мини-заводы по переработке молока, быстровозводимое здание цеха по переработке молока, автоматические линии по переработке молока, различной степени механизации, технологическое переоснащение существующих предприятий по переработке молока, по мясу, мобильные передвижные войны, контейнерные войны, модульные цеха для убоя скота и первичной переработки мяса, автоматические линии по различной степени механизации и линии по убоя скота и глубокой переработки мяса. Сегодня говорили уже о том, что фермерам предлагают объединить сельхозкооператива, в том числе, например, у нас есть возможность предоставить для сельхозкооперативов, например, модульное бойнее. То есть это удобно, выгодно, вы несколькими предприятиями, несколькими фермерами объединяетесь и закупаете мобильное передвижное бойнее, например. Соответственно, рассмотрите такие варианты, в том числе, возможно, это будет вам интересно. По программам хочу добавить, что впервые в этом году, в 2017 году, по программе АПКОРУ было добавлено возможность финансирования племенного шкота и жирноуческого оборудования. До этого, в 2012 году, мы по данной льготной программе финансировали только сельхозтехники. Ну, вы, наверное, уже знаете, в этом году Межгородская область по этой программе не участвовала, но мы возлагаем надежды, что в следующем году вашему ребенку будет выделено фото. Соответственно, вы сможете воспользоваться льготными условиями. Напоминаю, это отсутствие аванса и отстрочка первого платежа на полгода. Также необходимо добавить, что отличия какие у финансирования. Наша компания занимается финансированием сельхозтехники племенного шкота и оборудования. Соответственно, отличие в чем? По сельхозтехнике у нас есть праздник на сайте, это большая сельская табличка, потому что есть ценовые соглашения с заводами, как правило, в рамках вводов, где установлен перечень техники и их цены. По племенному шкоту и по оборудованию схема другая. Здесь вы сами выбираете поставщика, того, кто вас устраивает. Поставщиков достаточно много. Необходимо ответить, что по скоту мы финансируем как российский скот, так и импортный, поэтому правило выбрать любого поставщика. По оборудованию у нас уже есть ряд поставщиков, с кем мы работаем. Если необходимо, можем направить контакт, вы можете выбрать кого-то своего. По российским поставщикам, так же, как правило, конечно, выбирать поставщиков своего региона или соседних, потому что по российским сделкам животные вставляются на условиях самовы. Соответственно, этот вопрос транспортировки также очень важен. Но если нужен какой-то эксклюзивный скот, то здесь можно рассмотреть импортный скот и поставки из дальних регионов. То же самое по оборудованию. Упор, конечно же, на сотрудничество с поставщиками российскими. Если оборудование, которое вам необходимо, российские поставщики просто не производят, нет аналогов в России, тогда, конечно, мы рассматриваем в том числе и импортных поставщиков, как правило, это как раз среднее оборудование. Необходимо также добавить, что в конце этого года, совсем недавно, были внесены изменения в законодательство, и у нас появилась возможность финансировать товарный мясной скот. По условиям финансирования у нас в компании разрабатываются сейчас детальные условия. Работают ли они такие же, как по федеральной программе, или немного будут скорректированы. В следующем году по результатам мы обязательно сообщим. Также есть наши контакты, вы можете звонить, обращаться. Сделаю только важный акцент, что скот как товарный, так и мясной мы в любом случае финансируем только в целях воспроизводства. Соответственно, если говорим о товарном мясном скоте, то на срок лидинга скот должен быть сохранен. То есть его на мясо пускать будет нельзя. Но срок лидинга от 1 до 5 лет по животному, по оборудованию от 1 до 10 лет. Например, если готовы взять именно товарный мясной скот, то можно просто срок лидинга взять покороче, примерно на 2 года. Через 2 года вырастите, и, соответственно, можно будет договор лидинга закрыть. Право собственности придется к вам, и вы справитесь делать этим скотом все, что угодно. Ну, в целом, в условии все. Если какие-то вопросы будут, то обращайтесь на сцену. Еще одно отличие. По финансированию племенного скота и оборудования у нас обязательно проводится ветеринарная инспекция. То есть у нас в штате ветеринар, они выезжают на ферму к вам, выезжают также к поставщику для того, чтобы посмотреть, что за животные. И у вас, у поставщика, проверить все ветеринарные документы, то есть здоровы ли животные, есть какие-то заболевания, если есть все какие. Какие условия содержания для животных. И, соответственно, именно из-за того, что необходимо провести ветеринарную инспекцию, мы по финансированию оборудования убедного скота документы запрашиваем сразу в полном агентстве. То есть на это нужно обращать внимание. Два принципиальных отличия. Доставщика выбирайте сами, кто вам нравится, того выбирайте, вкусно договаривайтесь. Затем обращайтесь к нам. Второе, документы сразу в полном пакете вместе с заявкой предоставляет наша компания. Потом мы выезжаем в главную ферму и смотрим, в каком она состоящее находится. Вот это все, что я хотела вам сказать. Еще раз будут вопросы подходить, обменяемся контактами. Поэтому спасибо за внимание. Спасибо. Ну что, Михаил Анатольевич, вам слово, отчет, управление. Ну, здороваться еще раз не буду. Раз хотя бы столько осталось у нас фермер наших, которые болеют душой. В этом зале, чтобы быть, зал целый, а его до всего осталось у нас человек может 70, а должно было быть 300. Вот, влядь, есть какое у нас фермерские движения. Самый интересный вопрос возникает в том, что вот заступали сейчас в ростах лизинга. И вопрос в том, они там сказали, что вот у нас такие программы. Там 20% мы не платим, даем отсрочки и так далее и тому подобное. Вас это даже не зацепило. Знаете, в чем обидно? Вот когда мы едем в какое-то совещание, где-то сказали, что где-то какая-то ассоциация не вошла в какую-то программу. Фермер из нас спрашивает вопрос, а почему не вошла в программу, например, ассоциация крестьянской фермерской хозяйки Нижегородской области? Это никого не интересует, потому что вам не интересен ни АКО, ни его деятельность, ни то, что вы хотели бы услышать от меня на данный момент. То, что мы во многих программах участвуем, да, во многих, извините за голос, я просто доскудился. У нас большие скидки идут по удобрениям, по станции защиты от стений. Большие скидки, проявления семенного материала есть. Есть даже проявления много. Вот надо кому-то фургонный сток сделать, и то скидки. Также, кто имеет членские приходы, много, много. Если во всех рассказать, если вы интересовались, и по строительству ферм, и на покупку, я не знаю, с газом, с вазом, с уазом, весь здесь идут скидки. 10-15%. Удобрения за 27%. Вы подумайте, сколько вы покупаете удобрений и сколько, какие скидки. Но у вас же это неинтересно. Почему вы не вошли, САС наш не вошла? Почему? Потому что у САС из-за должности. За должность просто по одной причине. Это не из-за того, что у нас совет плохой, или там председатель какой-то плохой. Или у нас фермеры пустят. Не из-за этого. Просто не заплатить членский взнос. А вы их не платите. Почему не платите? Вы задаете себе вопрос. Одна тысяча в год. Для того, чтобы процветал, то от раку. Будем говорить так. Никто. Кому это надо было? С 12-го года, с 12-го года члены совета, и я тянем это такое. А вам никому не надо. Даже сегодня вы сидите, задаете вопрос, насущный вопрос потерь, хотя он и сказал, да, мои года, вы имеете в виду, года хорошие. Но ты тоже нас обожаешь, господин хороший. Встал и ушел. Накричал здесь, что-то сказал. Говорит, я сейчас говорю просто эмоционально, но потому что накипел. На самом деле. Или давайте работать так, как он есть. И просто скажите, нам не нужно такое. И скажите, Сергей Александрович, давайте придем к нашему министру, который нас поддержит везде, где только нельзя. Давайте затронем его. Не будем его обращать внимания. Не приглашать не будем мы никаких групп, никаких. Сидите вы своих там, этих, на кермах, где мы сидим, как обычно. Или давайте скажем, да, мы будем работать. Давайте зададим сейчас совет. Давайте выделим достойную делегацию на поеду на второе сестер. Фермер в Москву и там. Что-то какие-то предложения будем давать. Или так и будем сидеть. Задайте себе этот вопрос сейчас. Мои предложения на сегодня. Давайте сейчас выберем совет. Если у вас есть предложения, скажите, если у людей. Второе. Примем решение при лечении сельских взносов. Пять тысяч в год с каждым фермером. Потому что сейчас сельские взносы увеличились у нас в федеральном окно. Сто мы раньше платили 50, сейчас платим 100. По тому году не заплачено. Извините, господа, мы тоже не миллионеры. Чтобы платить за вас же, за вас, за наш регион, за одним, одним отдуваться. Подумайте об этом. И давайте ваше предложение. Я все сказал. Спасибо. Спасибо. У меня есть дополнение небольшое к главу Александровича. Я даже не в плане критики. Я все это в критике сказал. Значит, что нужно исправить сейчас, Александровича. Независимость, я думаю, что нормально пройдет. Всех в голове мысли правильно. Штокур нужен без него. Многие вопросы не решить. Эта жизнь подсказывает. Здесь, в общем-то, более-менее все понятно. В зале, действительно, небольшое количество людей. Многих здесь нет. Значит, эту ситуацию тоже надо будет поправить. Мы следующим образом поступим. Мы все необходимые решения все это примем. Они будут легенды. В этом плане, я думаю, что никакого сомнений нет. Возможно, будет вам совместно с активом, значит, и советом, который сегодня будет битвом, совместно с начальником управления, у нас тут будет с ними совещание только, я, конечно, уже приготовил для них информацию, скажу ее в присутствии министра, потому что каждый начальник управления должен был привезти своих фермеров сюда за руку. Хочет он идти, не хочет он идти. Значит, должен был привезти для того, чтобы дать возможность людям поучаствовать в этом процессе. Вот мы вынуждены сейчас будем собирать людей в местах, группировать их по нескольку районам. Мы добываем циркулярно травим районы. Значит, совместно с вами, конечно, согласуем дату проведения. Будем собираться. Я думаю, что это начало следующего года мы эту работу проведем. К вам великая просьба. Значит, нужно будет, я тоже приму участие в этом деле, связаться с федеральным аккором. К сожалению, обладать необходимую атрибутику. Я имею в виду удостоверение, все дела, все приготовить, все-таки в пустую к людям приезжать. Значит, будем проводить пустовые. Где будем собирать действующих федеров. Не то, чтобы статистика у нас там 2100 с лишним человек. Или там сколько, таких цифр. Я думаю, мы их не видим. Реально, то количество людей, работающих нет. Но человек 600, я думаю, у нас наберется по региону. Действующих, адекватных, понятных людей. И вот наша задача, Александр Митальевич и наши с вами коллеги вместе, совместно, собрать этих людей после его аккоры. Сделать это, значит, до съезда большую часть работы провести. И на съезде достойно регион предоставить вот эту задачу. То есть после Нового года мы вместе так проводим мероприятия. Присутствие начальника управления сельского хозяйства. Это дело будет сделано. Но это я вам обещаю. Поэтому, коллеги, у меня, значит, предложение, все-таки, Александр Митальевич, вы, вот, в плане отчета, я смотрю, отчет, все-таки, формальности будут соблюдены по поводу отчета? Ну, пока нет. Что значит пока нет? Ну, что подчет сказать, то, что мы работали и встречались со всеми регионами в России, везде уезжали, везде, ну, черт это рассказывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Я с вами полностью согласен. Каждый начальник управления сельскохозяйства, они даже не знают, кто их председатель, если нет. Я просил каждого, кто есть, где только не встречались, приглашайте. На любое заседание первых я приеду. На любое. То, что я знаю, я все доведу. Все доведу и все расскажу. За каждой фермерной. Какие программы сейчас в Аккуре есть и что еще есть? Любое совещание фермеров вы сами просите. Когда приходит, например, вот Сарзамасовым встал, сейчас сказал, ты же меня сам пригласил на заседание, да? Не езжай. Я поставлю, слышу, вы приехали, вы приехали. Там, там вы встал, не так сказать. Все по-быстрому, по-быстрому, раз, закрыли, уехали. Просто приглашайте любочки, вон я приеду. Работа такая, планы такие на будущее, на будущие планы. Значит, микрофон дайте. Да нет, я не пропону могу. Просто я к тому, что вы приезжаете, общественные организации, которые вы возглавляете, люди, которые занимаются в ходе ваших родителей, вернее, вашу ассоциацию, так вы к ним должны прийти и сказать, Иван Цифрович Чеченев, я приезжаю в Азамас, такого-то числа, в такое-то время. Прошу, пожалуйста, берите всех мужиков. И вас увидели и слышали. Но то, что вы сейчас почитаете, вам сказать нечего, это странно. Хотя бы на пути скажите, о чем вы думаете, о чем вы мечтаете, про что вы мечтаете. Прямо интересно. Мечтать я мог вам много мечтать. А сказать-то я вам хотел не скажу, потому что, например, на будущий год есть планы такие. Сейчас взять, создать новый совет, совет собирать раз в месяц, выезжать в каждый район. По три района будем собирать ботин. В этом районе будем разговаривать со всеми, планировать дальше, что делать. Вот такие планы. Ну, так скажем, что-то будет. А вот так скажем. Сейчас, 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 закончим. Ладно, потом не у меня туда. Спасибо. Спасибо. Спасибо за предоставленное слово. Город Кузьмин, Павел Кузьмин, Павел Кузьмин. Павел Кузьмин, Павел Кузьмин. У меня вопрос следующего характера. Я думаю, что все это присутствующие, да, Павел Кузьмин? Никто не против, когда чувствует за спиной поддержка, что есть ассоциации и поддержка во всех условиях. Потому что многие соглашаются со мной, что это очень сложная структура и работа очень сложно ведутся. У меня вопрос будет даже не единственный. Ассоциация, которая работает и будет работать. Во-первых, мы не ходим по городу, но у них мы вовремя в ответ. И поэтому любое действие, которое мы принимаем решение, какие-то действия, мы должны осознанно идти к этому и понять, в итоге что мы получим. Насколько эффективно будет работать заход. Я по себе могу сказать, что в 2014 году нам подожгли ферму Датлан. У нас было 50 голов, погибли 4 коровы. Полностью уничтожена была кормовая база. Мы обращались во все инстанции в общину. Но мы с супругом смогли выдержать все это на ноги встали. В кратчайшие сроки у всех знакомых и незнакомых занялись деньги и в знаке фермы. Слух Богу, когда у людей есть желание работать в сети, они на это пойдут и у них все это получится. В данный момент мы вошли в программу, в настройку на 100 голов. В апреле мы должны программу сдать, но хочу сказать, что на сегодняшний день у нас все готово. Мы можем даже сейчас уже что-то сдать. Наверное, в феврале. Так вопрос у меня следующий характер. Когда у меня были проблем на самом деле, я не знала, куда отбиться, кому обратиться. После поджога у меня поджигают потом дом, где работники живут. Через год, уже в шестнадцатом году, через УФМЭ, на нас нападают, значит, должностные лица. Я понимаю, что это все не совпадение, не знаю причина в чем. Значит, нам штрафуют по разным параметрам, можно сказать, до миллиона рублей. В тот момент, что, грубо говоря, сбросаем все, продаем, ведь мы кому-то мешаем. Я не знаю, ко мне обратиться. Так, АКОР, когда мы войдем сюда, у нас будут проблем, вопросы. Можно ли по всем вопросам набить на вас? Юридические военные указы, оказывается, что юридические все. Я вопрос не веду по юридическим вопросам. Это хорошо, что, наверное, навыки имели. Мы с Англией сами своими силами защитились, вплоть до президентскую, там нам хорошо, в принципе, подсказали, куда обратиться. Мы все эти вопросы решили, нам за два месяца все эти, скажем так, штрафные санкции сняли. Сейчас у нас все хорошо, проблемы. Но был момент, когда было очень плохо. Вопрос не о юридических вопросах. О том, когда есть государство, мы принимаем решательство. Мы можем на АКОР иметь надежду, что АКОР в любой ситуации может стоять за спиной фермера. Только если это не мешает закону. Ну, это понятно. Я просто хочу... Сейчас были с вашей стороны вырублены у друга Сергеевичи амбиции, характер, какие-то требования. Что вы за аминт даете? За слово хотелось бы услышать, в каком функционале будут выражены ваши действия. Ну, а то, как сам по себе, правильно сказать, ассоциация объединения. Объединение у всех фермеров, которые есть у нас, например, в области, да, и в России, и в Университете. Ну, как вам сказать, когда объединение есть, если объединение есть, человек, который может помочь, ну, я больше, чем я в любом, да. Думаю, у нас такой пример взять Краснодар. У людей отобрали землю. У всех, кстати, фермеров отобрали землю. Они приездили туда, у нас есть. И все фермеры, которые были там, в ассоциации, 1600 человек, они все входят вокруг. Они написали критину весьма и выступили там. Я вас уверяю, это все выше даже очки у президента, и землю им всем вернули. Но что может сделать, предположим, есть ассоциация, есть она есть, есть, все есть, но нет, можно сказать, членов, да. И члены-то есть, но их нет. Для галочки тогда и не надо. Для галочки и не надо. Я вас не прошу для галочки. Я говорю, я говорю, я не прошу. Это ваше решение. Это ваша ассоциация. Мы должны объединяться. Кто-то же должен на дело объединять. Мы же должны объединиться. А то, что в представлении будет юридических услуг, это раз. Будем представлять, ну, на всех уровнях, где возможно. Потому что сейчас, где сказать, какие вопросы у фермеров может быть. По оформлению земли тоже будем помогать. Так, да, и тому подобное. Какие вопросы будут, будем помогать. Да, это могу, Александр Ильич. Представляете. А, может быть, так и сложится в жизни. Мы же, у нас не по жизни, но мы совместителями работаем. У нас контракт, завтра у нас тоже, значит, займемся чем-то другим. По крайней мере, они в направлении знакомы, так что не переживайте. Что вы говорите, что это больше, чем это было? Ну, это нормальная вещь, я вам скажу, что кто-то должен больше, так сказать, отдавать свой счет, больше заработиться. Но у меня задача другая. Вы помните, когда мы здесь собираемся когда-то, мы договаривались, что, господа, не должны чиновники, так сказать, управлять общественные организации, ассоциации. Это не положено, вы так должны определять свою судьбу. Но мы, как чиновники, должны давать вам создавать условия, помогать, подсказывать. Потому что мы видим, что этот инструмент нужен. Начнем сверху. Ну, заехали действительно неизвестно куда, я бы это не хотел говорить, только в связи с тем, что некоторое время мы с вами занимались немножко разными вещами. Вы об этом знаете, да? То есть, как бы я вас немножко оставил, так сказать, в стороне от своей работы. Так вот, начнем сверху. Просто вот спокойно сверху начнем. Каким ресурсом мы располагаем на самом деле председатель АКОРа, федерального экспонентства, депутат Государственной Думы, знаместитель председателя АКОРа, федерального экспонентства Государственной Думы, человек на виду, АКОР федеральный, он тоже в федеральном институте. Он практически там присутствует. И его помощник, правая рука, господин Телегин, он тоже, они федеры, так сказать, вам сказать. То есть, они, эти товарищи, они знают все эти люди, на слышке, в ваших руках общения. Это ваша, так сказать, главная жизнь. Наш АКОР в Нижегородске, он входит в сайт АКОРа федеральный, но, на мой взгляд, совершенно не соответствует тем требованиям, которые подъявляются к остаткам на местах. То есть, он, на самом деле, молочительный, не выстроен организационно. Поэтому, ну, существует там, собственно говоря, вот, Александр Александрович и членов Совета, которые свои деньги, взносы, ее помогут представлять интересы как будто всего региона. Но, на самом деле, это не случая, но она и есть, как Александр Александрович сказал. Вот, члены есть, и вроде их нет. Вроде сказал что-то такое, и посмеялся, а на самом деле, он, в общем-то, спросил. Вроде вот, члены и есть, но представительства, куда-то, а также, что не в смысле. Так вот, мы начнем с возможных федеральных, все-таки я, на такие, вот, стабильные назовки. Вместе с этим представителями огранных пунктов. Человеку есть возможность трансфировать законодательные вещи. То есть, выходить законодательные инициативы. И огранное воздействие в федерации, но, на самом деле, когда связка с федеральным неизвестным, она позволяет тоже многие задачи решать. В Росокрылье это не есть программа определенная. Это то, что на виду, это вот то, что мы сегодня смогли показать. То есть, можно решать оперативно вопрос, возникающий у Феды. Александр Иванович сказал, услышали вы или не услышали, по поводу тех приходных программ, которые существуют в федеральном архоле. Это скидки различного рода. Вы исключаете соглашение с производителем удобрения. Дается скидочный карм. Если у вас покупает в этой компании удобрение, то они вам будут дешевле обходиться на несколько десятых процентов. Ну, я не знаю, все зависит от конкретной ситуации. Правильно, я тоже в курсе, есть скидки, допустим, с ульяновским автодоводом. И есть вопрос в том, что какие они скидки. Может быть, вам эту скидку и без аккора дадут, да? Но в целом идею, так сказать, подвергать сомнений не стоит. Потому что аккорд, он в любом случае позиции фермеров усилен. Да, я в порядке, так сказать, стимуляции сказал, что без аккора мы ни в одну программу не пустим. Ну, это было немножко бледно, на самом деле. Я вам признаюсь, потому что мне нужно было немножко стреклупо. Мы делаем ровно так, как нам говорит закон. Если закон говорит, что такое требование возможно, мы его введем. Если закон нам скажет, что курс не обязательно, то мы от этого требования откажемся. Как они, если честно сказать, в целях подтопления присутствующих знали, и присутствующих хочется такое требование внести. Его вводили, вводили, немножко кривовато ввели, так сказать, они опорочили ввели, но направили, вверху выживали, что союз, участие в союзе, оно должно быть определяюще. Потому что жизнь показывает, что участие в таких союзах, оно позволяет более эффективно решать многие задачи. И ни у кого это не возникает сомнений. Аппарат, это другая история, по поводу того, как работает аппарат. Это уже мы должны смотреть. Это организация самостоятельная. И вы определяете, так сказать, какой вам аппарат нужен. Какой будет отчитываться перед вами. Это очень не синхроническая структура. Все прописано в уставах, все прописано. Общее собрание решает, все решения принимают. Высшее орган управления, это обстоятельство, общее собрание. Но вам вроде это не нужно было. И, так сказать, орган управления не могли нанести до конца. Я, так сказать, на той позиции не менял, поэтому трех на душу не возьму. Я всегда отношусь к оптимизмам, к этой идее. Поэтому вам решать все это. Я понимаю, что сегодня вам придется принять очень мудрое решение. Если у вас есть предложение, так сказать, в альтернативе, с адресом, с адресом, который был ранее избран, да, даже сегодня не нужно, наверное, рассуждать о том, кто входит в ассоциацию, кто не входит в ассоциацию. По сути, мы начинаем заново этот путь. Вот все сегодня равные здесь сидят в зале. И это решение, я считаю, налегитивным. И от замазки, и в искуски, и кто входил в ассорт, кто не входил, они сегодня должны принять решение, как и заново уступить в ассоциацию. Вот мне есть какие-то параметры, что это не будет нигде вас спаривать. Тогда, если у вас есть предложение, если у вас есть предложение ваших коллег, вы должны лазучить, как это самое значит. У нас есть предложение на другого председателя. Мы видим, что ты немножко рассеянный, так как считаем.